Здравствуйте! Вы находитесь на нашем канале и с вами Николай. Сегодня пойдёт речь о таком крутом телефоне 2007 года выпуска, как Nokia 3110 Classic. Существовал также аналог Nokia 3109 Classic, но... Тем не менее, у Nokia 3109 отсутствовала камера и поддержки FM-радио, по остальным функционалу точь-в-точь такой же. Этот телефон был куплен на Аеэкспрессе, так что если вы хотите заказать такой телефон для ностальгии, для коллекции, то ссылка внизу будет в описании под этим видео. А ещё не забываем о пожертвовании, поддержать меня, помочь мне, автору канала. Вебмани и Яндекс.Деньги, хотя бы от 100 рублей. На вебмани можно и рубли, и доллары, чтобы я смог заказать дальше что-то годное в коллекцию. Например, Nokia 3410. Это, кстати, лучшая замена Nokia 3310. Ну, а теперь к делу. Nokia 3110 Classic. Довольно-таки крутой аппарат, так же как и Nokia 52 2.0. Я тоже с таким низким разрешением. Но был весьма крутым телефоном, честно скажу. Просто Nokia 52 2.0. Я был выпущен раньше, а 3110 позже, судя по годам выпуска. Но, тем не менее, Nokia 3110 Classic заслуживает отдельного видео. Так что, изучаем внешний вид. Спереди располагается разговорный динамик. Экран 1.8 дюйма, 128 на 160 пикселей. Клавиатура пластиковая, телефон солидный, чёрный. Брутальный такой, можно сказать. Ну, вид такой. Красавец. Глянцевый, то матовый. Спереди глянцевый, сзади матовый. На нижнем торце располагается микрофон, разъём для зарядки, тонкий разъём Nokia, 2.5 мм аудио, разъём для наушников, а так же под заглушкой располагается разъём для подключения к компьютеру и для перепрошивки. Мини-USB разъём. На верхнем торце кнопка включения-выключения. Сбоку располагается инфракрасный порт. В то время, ещё в середине нулевых это было популярно. Это потом начал только устаревать. Но, тем не менее, просто хочу вспомнить Sony Ericsson K510i, вот там точно был инфракрасный порт. И камера, как и у этой Nokia 1.3 мегапиксия. Камера была так вот здесь, тоже вот 1.3 мегапиксия. Вполне нормальный конкурент. Крутой конкурент с инфракрасным портом и всевозможными функциями, крутыми функционалами, можно сказать. Ещё сбоку располагаются качейки регулировки громкости. Сзади располагается камера 1.3 мегапиксия и решётка динамика. Под задней крышки, кстати, вот, ещё есть порушена для крепления ремешка. Открываем крышку. Под задней крышки располагается аккумулятор, совместимый BA5C на 1020 мАч. Под аккумулятором располагается следующее. Это вставляется сюда карта памяти microSD, по заявлению производителя до 2 ГБ. А сюда вставляется сим-карта обычного старого образца мини-сим. Больше ничего такого не увидите. Горячая замена карт не предусмотрена, к сожалению. Если в Nokia 632, ну я, была реализована поддержка горящей замены карты памяти, кстати, плата, можно сказать, такая же. Ну, приблизительно, ну, можно сказать. Я сравнивал такая же плата, что и у Nokia 3110 Classic, ну, за исключением инфракрасного аппарата. Включаем данный аппарат. Кстати, включается довольно-таки быстро. Подсветка белого цвета яркая достаточно. Вот загрузился наш телефончик. Если нажать центральную клавишу меню и нажать на звёздочку, как всегда, блокируем клавиатуру. Отключаем также снять блок и звёздочка. Можно смело проверить качество разговорного динамика на максимальной громкости. Николай, здравствуйте. Это Билай. Рекомендую вам зайти в личный кабинет на сайте май.билайн.ру. Там вы найдёте... Происходит достаточно быстро. Динамик хороший. Теперь меню. Можно и есть значки, и есть список. При желании. Выглядит вот так вот. Теперь меню. Меню здесь сообщения, контакты, журнал звонков, настройки, гайерея, мультимедиа, пуштуток, мобильная рация, в своё время была используемая услуга, сейчас уже не используется. Органайзер, приложение, интернет и услуги сим-карты, в зависимости от вашей сим-карты. Меню сообщения. Тут смс-ки, и не только. Есть электронный, клиенты электронной почты, чат и стенд-мессендж, которые не используются уже. Ну и тут сообщения смс, сообщения ммс, старой версии, ммс плюс, новая версия, быстрое сообщение, так называемый флэш, сообщения, и звуковое сообщение, в виде ммс, запись тут. Ну на всякий случай покажу, как пишется сообщение, как выглядит текст. Дарья, идёт контакты. Записная книжка весьма простая, однако можно добавить всё, что угодно. Тут, пожалуйста, видео, сигнал, изображение. Крутой телефон. Тысяча контактов, возможно, хранится, но тут по процентам состояния памяти. Не считая сим-карты. Есть адресаты сообщения, помимо звонков. Есть длительность, счётчики. Настройки. Режимы. Каждый может настроить под себя. Есть ещё режим автономный. Пойдёт. Темы. Можно выбрать. Тут стандартные три темы. Чёрная тема. Классическая Nokia. И белый. Комму как нравится. Однако, можно было закачать и своё. Даже из интернета. Сигналы. Можно настроить сигналы. Сигнал вызова, громкость сигнала, видеосигнал. При желании можно поставить. И так далее. А теперь настало время проверить звук. Как звучит этот телефон. Громкий звонок. Громкий звонок. Динамик. 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 Громкий звонок. Динамик. Для того времени динамик считался крутым для телефонов Nokia. Это сейчас мы воспринимаем по-другому. А в то время, когда выпускаю различные Nokia, это была просто радость. Тут и отличались по-разному функционалы, по-разному корпуса. по-разному динамики. Какого качества. Какого звучания. Хорошее звучание на этом телефоне. Дисплей. Фоновый рисунок. Активный режим ожидания. Можно настроить экран. Панель ссылок. всякие цвет шрифта в режиме ожидания. Значки джойстика. Тут подсказывают на главном экране какие функции в джойстике. Экранная заставка. Можно поставить задержка минуты-секунды заставки. Тут можно свои картинки ие-видео. Открыть камеру. А можно аналоговые часы поставить ие-цифровые часы. Экономия энергии. Спящий режим. Размер шрифта. Логотип оператора. Индикатор соты. Ну тут можно выбрать сообщения, контакты, интернет. Какому как нравится. Я в своё время проверял ютуб. Ютуб гоняет на этом телефоне. Через потоковое воспроизведение. Крутой аппаратец. Честно скажу. Время, дата и коррекция даты и времени. Быстрый доступ. Евые клавиши выбора. Правые клавиши выбора. Джойстик. А также голосовые команды. Но они чё-то не распознаются на русском языке. Может не за счёт какой-то. Голосовая команда не распознана. Подключение устройств. Да тут сколько угодно. Блютус, инфракрасный порт, пакетные данные, перенос данных, кабель USB. По тем временам это считался совсем нормой. Функционал хороший. Вызовы, передысация, есть разборщивость речи. Можно учитывать, что это старшая модель во всей красе. Ну и тут всякое. Телефон. Тут всё законно. Я имею ввиду прошивка официально русифицированная. Тут русский, английский, украинский. защитная блокировка клавиатуры, защитный код по стандартному 1, 2, 3, 4, 5. Тут можно поставить автоблокировку клавиатуры, приветствие можно задать, запрос поёта. Аксессуары можно настроить чего там, и наушники, и зарядное устройство. Конфигурация это насчёт ММС-ок, всяких интернетов и тому подобное. У меня настроек к сожалению нету. Защита пин-код, услуга запрета вызовов от оператора зависит. Разрешённые номера, закрыта группа оппонентов, уровень защиты, тут пожалуйста память и эти iPhone. Коды доступа менять. Используемый код запрос PINBUT2 сервис сертификаты тут авторизации и пользователя настройка защитного модуля и восстановить стандартные настройки. Теперь галерея. Галерея тут карта памяти, а так фото, видео, музыка, темы, графика, сигналы, записи и принятые файлы. Всё по-честному. Около 10 мегабайт можно сказать свободной памяти всего лишь. Но у меня свободно только вот этот. Мало, но тем не менее можно было расширять. мультимедиа есть камера. Камера на 1,3 мегапикси снимает вертикально. Фото. Итак, видео записывают в формате 3GP. Тут можно выбрать разрешение настройки. Тут пожалуйста 176 на 144 и 128 на 96. Это было нормой для кнопочных телефонов. Сейчас конечно уже смешно, как говорится, но по тем временам это было нормой. Тогда заморозчик вообще не было. есть еще выключить микрофон. То есть отключить звук записи видео. Музыкальный проигрыватель довольно-таки простой, но открывать не буду, а то вот телефон может зависнуть, а потом проснется рано и поздно. Такое бывает у Nokia. Мультимедийный проигрыватель. Тут пожалуйста потоковое воспроизведение настройки интервальной перемотки. радио, но тут требуются наушники, радио тоже простое, диктофон, диктофон можно записывать в формате AMR, ничего такого особенного здесь нету. Самый обычный диктофон, эквалайзер, радует, что эквалайзер есть, очень хороший телефон и расширение стереобазы. Теперь пуш-туток, я просто покажу как это устроено. Но тут настроить уже нельзя. А так есть чем показать. интернет своеобразный. Органайзер есть будильник. Будильник весьма и весьма простой. Кагендарь с добавлением событий дела. Заметки можно создавать текстовые заметки простейшие. Крикулятор обычный. Ну тут у меня вот такой. С таким видом. таймер есть обычный таймер есть промежуточный таймер есть еще настройка. Раз-два и готово. Секундомер здесь простой. Теперь приложение можно поделиться прогрессом. То что было. Это игры и приложение. Но я приложение удаю. Тут стандартно были мировое время, но я удаю поскольку он оказался на английском еще ЯХУ. Но тут конечно из стандартных что можно отметить это Змейка третья мячик и конечно же Судоку. Поиграем в обычную Змейку Снэйк Кауэр Поисхождение обауденное Хорошее происхождение графики Без тормозов и прочей фигни Все в 3D исполнении Ну а так что я могу заказать Точнее показать Я закачал Битч Рей Это старая еще Нокиевская игра Битч Рей Возможно вытащенная с модели Ноки 312 Но я уже показывал на нашем канале Можно найти такую модель как Ноки 312 Ну я Так вот Битч Рей Что я могу сказать Я хочу рассказать о производительности Тут конечно Немного интриги А ведь Телефон то шустрый А Насколько он шустрее вообще О Вот это скорость Очень хороший Телефон Интернет здесь обычный Домашняя страница Закладки Последний адрес Самый обычный браузер От Ноки И услуги Сим Сим Карты Теперь Можно смело Так Это Что такое Что за баг Есть Есть Немного болезнь То Что происходит Выключаем данный аппарат Включается Включается Выключается довольно таки быстро Что могу сказать об этом телефоне в итоге Ноки Именно вот этот телефон Ноки 3110 классик Как по мне это очень крутой телефон для своего времени Ее можно использовать и по сей день Пока не станет слишком поздно Потому что сейчас современные телефоны это уже сами знаете смартфоны микрокомпьютеры Можно установить абсолютно все с закачанными у меня эмуляторами тут всякими файлами YouTube можно смотреть да и камеру поснимать со вспышкой все что угодно и мощная батарея это Nokia 2 прогресс на яйцо если 10 лет назад можно сказать такой вот телефон выпустили несмотря на низкое разрешение а тут пожалуйста такой телефон но с мощной батареей 1 г оперативки Qualcomm snapdragon 212 4 ядерный но самый главный аккумулятор а еще есть 4g 3g 2g то есть вот такие вот виды связи с хорошим достаточно хорошим экраном hd а тут пожалуйста если что можно носить как второй телефон если хотите если у вас есть такой экземпляр как Nokia 3110 classic и 3109 classic покрытие soft touch можно и так сказать в данном случае это так такого телефона в принципе если честно я сам не ожидал долго ждал этот телефон а тут прям такое быстрая производительность для своего времени и это просто шикарно на этом все всем удачи всем мир футбол